Добрый день, уважаемые читатели! У нас сегодня в гостях Олег Кинзов. Олег у нас участник суперфинале шоу «Х-Фактор Революция» и сейчас участник шоу «Звездный Рит», которое сейчас идет на канале СТБ. Олег, рада вас видеть. Очень много вопросов. Это все ваши вопросы. Пока не ответить, мы вас не выпустим. Мои зайчики, спасибо большое. Опять огромное количество вопросов. Я вас обожаю, правда. Вот это круто. Когда ты приходишь, тебе говорят, Кинзов, 450 вопросов, ты такой, ес, спасибо. Нашим читателям мы скажем так, что все вопросы, мы, конечно, к сожалению, не успеем за час ответить, но все вопросы мы Олегу передадим лично, в формате книги. Да, вот со временем соберете библиотеку, библиотека будет у вас. Так, вопрос первый от Галинки Малинки. У нее их несколько, мы будем по очереди задавать. Счет ты будешь убыть, ты сброшима, якщо выиграешь зерковый рынок? Ну, честно признаюсь, потрачу на себя, в своих целях, вряд ли открою приют для животных и для бомжей. Ну, мне деньги нужны, правда. Я молодой артист, мне надо развиваться. Там сколько, 500 тысяч гривен, по-моему, если я не ошибаюсь, это не такие уже большие деньги. То есть, одеваться, кушать, записывать песни, снимать клипы, если хватит на это средства. И, конечно же, родителям и близким помогу. Ну, как и все, все так вот. Дашуля пишет, я влюбилась, спасибо Господи, учусь готовить. Посоветую, каким рецептам сделать дорогу к сердцу короче? Да, многие женщины считают, что самый близкий путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Некоторые женщины знают намного короче пути. Вот. Не знаю, что мужчины любят мясо. Настоящие мужчины, воины, бойцы любят мясо. Готовьте мясные блюда им. Не знаю. Можно, я отбивные очень люблю. Не знаю, с картошечкой. Все очень просто. Мясо. 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 Какое у тебя было самое неудачное свидание? Самое неудачное свидание у меня происходит с девушками, которые о себе очень высокого мнения. Правда. Вот. Не знаю. Не люблю вот таких девушек, которые с собачками на ручках, да, и цены себе не сложат. Хотя, на самом деле, ноль без палочки. Которые просто рот не заткнешь. Которые говорит не по делу. И очень много. И ты такой сидишь. Да, что я здесь делаю? Боже, тебе президент нужен. Ну, конкретно не вспомню сейчас. Наверное, долго вспоминать буду. Значит, вы счастливый человек. У вас их, наверное, было мало, если вы не можете вспомнить. Или не было вообще, да? Свиданий. Неудачных. Неудачных, кстати, да, немного, наверное, было. Не знаю. Не помню. Не буду врать. А удачных? Удачные свидания. Ну, удачные свидания для меня, это, как правило, необычные свидания. Вот. Правда, никогда не забуду, когда мы с девушкой попали под ливень. Ужасный дождь. Очень холодно. Я с сумками. Такси нету. Маршруток нету. Лужи полные стоят. Народ куда-то спешит. Все промокли. Мы уже басы. Идем. Бросаем это все и начинаем целоваться под этим дождем. Вот. И такие эмоции. Вот это вот. Тогда и написалась песня о подмире адами капель дождя. Я целовал твои мягкие, нежные. И все остальное. Вот так вот пришло. Да, да. Хорошее свидание было. Спасибо за ответ, Олег. Следующий у нас вопрос от Оли Зиневич. О, Оль, привет. Олег, во вторник в Звездной Ринге будет Ромка Веремейчик. Ты придешь на эфир его поддержать? А какое это будет число? Во вторник. Во вторник. Давайте посчитаем. Давайте-ка мы посмотрим на тюрьму. Сейчас скажу. Я знаю, что Рома во вторник будет... Боже, где мой календарь? Я не знаю, где он. Какое число во вторник будет? Вот, я нашел календарь. Вторник это получается. У нас... 20-е. Ну, если Рома пригласит, как бы, то буду. По-моему, у меня ничего не запланировано на это число. Я с удовольствием поддержу своего товарища. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Серия вопросов от Золотца. От Золотца. От Золотца. Какие черты характера тебе не нравятся в девушках? Ну, я уже сказал. Это тщеславие. Пафосность. У меня даже строки, когда-то были в юности. Я не люблю... Сейчас, как... Я не люблю моделей с собачками на ручках. Они хотят казаться стервами, сучками. Что-то такое. Это детские наивные рифмы. Да. В общем, не знаю. Мне нравятся простые девушки, которые, в принципе, потенциально могут меня сделать счастливым. Главное искренность и быть собой. Вот. Мне нравятся пафосные, зажженные телки. Фу. А что-то ты бы никогда не простил. Вот, возможно, только девушке, а вот другу, близкому человеку. Что не прощаете категорически? Ну, знаете, так сложилось в жизни измену. Я прощал. Если... Я не знаю. Я, может быть, слабый человек, но надо уметь прощать. Это... Вообще, очень тяжело этот дар дается. Но, мне кажется, я многое могу простить. Не знаю, чего бы я не смог простить. Знаете, есть люди, которые убили моего друга близкого. Я их простил. Правда, я ищу всем оправдания. Не знаю, мне кажется, ну, я не Господь Бог, не все прощающие, но я умею прощать. Я не знаю, что нужно... Я не злопамятный, так понимаю. Я не злопамятный, нет. Нужно, конечно, время, да. Но я отходчивый и... Ну, я же говорю измену, я прощал предательство, я прощал... Я много чего прощал людям в этой жизни. И не знаю, что нужно сделать, чтобы я не простил. Спасибо за ответ. Что бы ты сам никогда не сделал? Вот какого поступка для вас не позволительного? Не предать родителей, не предать своих друзей, не бросить в ответственный момент. Я вообще... Вот для меня самое плохое – это предательство. Когда люди предают, это папа с детства учил, нет хуже предателя, никого. Это когда ты предаешь свои мечты, когда ты предаешь других, любое предательство. Я не хочу... Я ни от чего не зарекаюсь по жизни, но я не хочу предавать. Предательство все-таки. Да. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от нашей читательницы под ником Брюнетко. Привет, Олежка. Мой вопрос. В какой стране ты больше всего хотел бы побывать? И какой твой любимый вид отдыха заранее? Спасибо. Удачи тебе в звездном ринге. Россия с тобой. Спасибо большое. Россия, блин, я все-таки надеюсь, что в скором времени попаду хоть в какой-то город с концертом, потому что хотят, уже собрались активисты. Уже номера продюсерского центра пробили, уже звонят, это приятно. Прорываемся. Ну, все знают, не секрет, я мечтаю прожить отдельный период своего, скажем так, своей жизни на Ямайке. Я очень мечтаю искупать свои ноги в Карибском море, улечься на гамаке, смотреть на алый закат, чувствовать бриз, этот теплый морской ветер, и писать свои песни в стиле Раги. Вот, на это уже ближе туда, где-то, когда выпущу там несколько альбомов, уже закреплюсь как самостоятельный певец, культовый, поеду на Ямайку творить. Вот туда я хочу попасть. Еще меня всегда манит штат Калифорния, Лос-Анджелес. Америка. Понятно. Спасибо за ответ. Вид отдыха, какой я люблю. Ну, опять же, море. Море, мы помним. Хотя, вот, в этом году мне понравился курортный зимний отдых, я на снегоходе летал, до сих пор впечатлен. А лыжи как лыжи? Лыжи нет. Я, короче, со своими ребятами с Х-фактора, вот, мы пошли в Сваляву на базу отдыха, они взяли лыжу, я взял снегоход, так ездил и говорил, лыжники, лохи, вау, и погнал. Ну, я не знаю, грязи, я так понимаю. У нас это страшно вообще? Нет, абсолютно не страшно. Я просто адреналинщик по жизни. В масочке? Нет, не в масочке. А, лечка потом не? Не, все нормально. Я люблю быструю езду на мотоцикле, на всяких штуках. А любимый вид спорта? Бокс. Бокс? Да, таки остается бокс, баскетбол. Так, спасибо за ответ. Вопрос от Викуси. Привет, Олешка. Ты нещодавно зробил собю татушку. Дуже цикаво, что оно означает, если не секрет. И чему сам ее ролик? Не маю бажаня наколоть еще что-то. Ты щиря, веселый, таламовый, ты очень классный. Даруешь позитив своей творчести каждый день. Рада, что твои мрии сбываются успехи у тебе и перемоги. Мы тебя очень любим. Семь, семь. Семь, семь. И вам дякую за вопрос. Что значит эта татушка, я не могу сказать, потому что для меня она несет какой-то свой, певный смысл. Семь в том, что этот иероглиф провисал на стене в моей комнате, когда были прямые эфиры X-Factor, все эфиры. Я перед каждым эфиром смотрелся и дотеревался к нему. Но в определенный период своего жизни, когда жизнь меня загнула в лихий кут, я скачал этот иероглиф с интернету на телефон. И одразу знайшов деньги. Это для меня стало символичным. Я поверил просто в этот иероглиф. И он помогает мне, скажем так, материализовать некоторые свои мечты, некоторые свои планы. Так что это очень лично. Правда. Для кого оно что-то означает? Для меня это свой смысл. Еще я хочу набить, ну, это уже с смыслом на этом плече, хочу, чтобы у меня спала панда. Так свисала лапа в ней. Потому что панда это символ дружелюбности, а мне все говорят, что я нагадаю ведмедя. Вот. И я хочу себе набить. Я дружелюбная панда. Дружелюбная панда? Ясно. А больно? Ну, я же адреналинщик. У каждого, просто, просто, да, справа в том, что у каждого разный порог боли. И у меня он достаточно, скажем так. Ты терпима была, да? Да. Чуть-чуть накатили, да? Комарики, как посчитывал, скажем так. Хорошо. Спасибо за ответ. Алена Белова интересуется. Олежек, привет из Мариуполя, а также всей нашей маленькой группе кензиков. Кензики, привет. Помнишь, мы когда-то дарили тебе сертификат полет на параплане? Вопрос. Когда ты его планируешь использовать? Если, конечно, планируешь использовать вообще. Ведь весна уже началась, а действительно он только полгода. Приветик от Веры Захаренко. Вере Захаренко тоже привет. Сразу узнаю почерк своих любимых кензиков. Вы мне уже как родные. Вот. Еще не использовал. Не знаю. Не потому, что страшно, а может просто потому, что времени нет. Ну, я попытаюсь, девчонки. Просто, ну, я же знаю, вы меня как никто понимаете. Я настолько загружен, что я сейчас еле успеваю освоить вождение на машине нормально. То есть, ну, я попробую. Я знаю, где он лежит, и, ну, скажем так, я постараюсь. Испейте мне, правда, хочется. Вы же знаете, меня я полетать люблю. Так, спасибо за ответ. А вопрос следующий от Виктории Яценко. Ты всегда выглядишь стильно и обалденно. Рада нас и дальше своей внешностью, своим почвозьмом. А теперь вопрос. Так, скажи, пожалуйста, как ты относишься к шоппингу? И вообще, где вы одеваетесь, кто заведует вашим стилем? Ну, непосредственно, большую часть, наверное, моего гардероба, когда я посещаю какие-то, скажем так, светские мероприятия, распоряжается этим всем художественная группа канала СТБ. Ну, все, что сейчас на мне, я сам купил. В принципе, я шоппинг очень люблю, правда. Сейчас мечтаю о красных Найках, Аэрфорс, эксклюзивных. В принципе, не знаю, как-то так, ну, что я шмоточник. Ладно, я шмоточник, да. Я люблю походить по магазинам, я трачу на вещи очень много денег, и мне вообще не жалко. Иногда люди поражаются. Хуже девушки иногда бывают. Если... Да ладно, это же круто. Вопрос заходит о вещах, да. Что вы, с вами же весело ходить по магазинам. А скажите, у вас не поднимает настроение, да? Что-что? Настроение поднимает шоппинг? Ну, когда есть деньги, и когда ты их можешь потратить, и это не ударяет по твоему кармалу, конечно, это супер. Так, спасибо за ответ. Следующий вопрос от Виктории Яценко. Олешка, обулавлю тебе, были ли у тебя какие-либо хобби в детстве? Хобби? Я ходил на лепку из глины в школе. И что же вы лепили на лепке? Черепах. Черепах? Да. Черепах или черепах? Черепах. Черепушки, да, очень хороший ребенок был. Вот, что еще? Вы, знаете ли, пугались, честно скажите? Нет. Нет, нормально? Да, привыкли. Вот, с детства очень люблю шить и зашивать. Вот, всякие дырочки, люблю зашивать. Тамины зашить. Да, и вот если там у девушки где-то, допустим, мы на свидании, она где-то зацепилась. Лишняя дырка не зашилась, а я зашью. Не-не-не, зацепилась где-то, платье там или что-то еще. Где-то в кафе мы сидим, я обязательно подхожу, прошу нитку с иголкой. Сажусь, я так аккуратно зашиваю, так даже незаметно. Это от папы передалось, он на меня на машинке шьет. Посетите ли, как реагирует на такое проявление с нашей стороны? Абсолютно адекватно. Помогает, да, обычно, там, подскотвор, тут под шею. Нет, я очень занят и увлечен процессором, меня не трогает себя. Спасибо за ответ. Вот интересный вопрос от Рины Гориной. Рагрина. Думаю, что ты... Привет, Орежек, сколько вопросов, наверное, до моих не дойдет. Дошло. Дошло. Так, но все же, хочу сказать, что ты молодец, умеешь поднять настроение. Сегодня смотрела передачу Буден Морган на М1, очень понравилась твоя песня. Поздравляю с презентацией. А твой экспром сразил меня на повал. Думаю, что ты обладаешь какими-то своими чарами, завораживаясь, звучанием голоса. Я сейчас краснею, да? Еще шучу мне. Потому что миллионы людей тебя любят и обожают. Оставайся таким же, как сейчас, добрым и искренним. Это просто пожелание. Это пожелание. Спасибо большое вам, очень приятно. Вот, а Дашенька дали спрашивать. Скажи, пожалуйста, как долго нам теперь ждать полную версию песни «Дорогая»? Ага! Клюнули! Я знал, что у меня все получится. Я хочу эту песню выпустить уже сразу с видео. Клип я хочу снять очень добрый, очень веселый, очень позитивный, семейный даже так, скажем. Без рэперского пафоса и всего остального. Вы знаете, мне для этого клипа необходима хорошая погода, зеленая-зеленая трава, зеленые-зеленые деревья, солнечность и хорошее настроение моей собаки Толика. Потому что он будет играть не последнюю роль в этом клипе. Так что выйдет она, я думаю, весной. Я не ослышала, с вашей собаки Толика, которая примет участие в клипе. Да, обязательно. Расскажите, пожалуйста, о вашем друге. Вот, ну, Толик, английский бульдог, 4 года, просто Толян. Просто Толян. Анатолик, да. Откликается на кличку Толян, да? Толян, да, Толик. Как появился в вашей жизни дух Толик? Достаточно, скажем так, недавно он появился в моей жизни. Очень мистически. Вот. Он пришел, постучал в дверь, говорит... Да, 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 стучал и говорит. Давай будем жить, говорю, ладно, давай. А в каком возрасте он постучал в дверь? Уже где-то постучал в дверь мне. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Будущее совершенноветнее? Будущее совершенноветнее, может, да. То есть это был осмысленный выбор с одной стороны? Да, он не жалуется, все нормально. И, в принципе, дружба сложилась. А теперь он уже может стать звездой. Он уже звезда, он на музыкальном ринге засветился, он меня поддерживал. И, тем более, еще съемки... Ну, в общем-то, у него, в принципе, такой гурный график. Да. Спасибо за ответ. Так. Дюамели. Читательница под ником Дюамели интересуется. Можно я к вам ближе подседу? Она как-то... Конечно. Спасибо. Сейчас, знаете, там в выразне ты выступаешь Луську. Чьи мы жулись, организоваты фан-зустрич на наступный день? Вау! Фан-зустрич у вас происходит, каким образом их организовываете? Вот я еще просто не придумал, как организовать это все. Потому что, ну, скажем так, мне этим заниматься некогда. А попробуйте позвонить в продюсерский центр канала СТБ. Я буду с администратором Лешей. Попросите его. Вот, Леша, который с Олегом едет. Может, он что-то придумает, потому что я, на самом деле, даже не знаю. Остаемся мы на следующий день. Ночуем ли мы в номере после концерта где-то в гостинице. Или же сразу уезжаем. Так что, правда, не знаю. Но мне бы хотелось, мы посидели бы хорошо. Отдохнули. Кофе попили бы, может, что-то покрепче. Следующая наша читательница интересуется. Олежка, скажи, мог бы ты ради любимой девушки бросить родной город и уехать, например, по Франции? Такой неплохой, да, значит, ради любимой девушки бросить Полтаву, значит, уехать, да, где-то в Сент-Тропео, на лазурный берег. Не знаю. Папа, дочь. Да, если девушка еще красивая. А если еще и дача на берегу города? Да, и папа, миллионер скрывается в Англии, где-то в Сент-Тропео, а мама, космонавт там работает. И разве в полгода прилетает? Ну, наверное, да. Так, наверное, да, отлично. А еще следующий вопрос. Давайте про социальные сети. Вот ВКонтакте, Фейсбук, где вы находитесь, здесь с вами можно пообщаться. Только ВКонтакте. Только ВКонтакте. И вы напрямую или там кто-то в вашем... Я напрямую сижу, пишу, видео выкладываю. То есть, я так понимаю, целый меня, в Сент-Тропео пишите, пишите, пишите. Ну, когда есть свободное время, да, пытаюсь отвечать. Ух ты, вот интересный вопрос от нашей читательницы Танюшки. Привет, Орешка, у меня такие вопросы. Первый, с какой крылатой фразой идешь по жизни, словом у вас есть? Лучше трудиться с любовью, чем любить с трудом. Круто. Если бы тебе предложили на выбор вечную жизнь, богатство или взаимную любовь, что бы ты выбрал? Вечная жизнь, богатство или взаимная любовь? Наверное, взаимную любовь. Вечно жить, ну, это... Ну, никто не хочет жить вечно. Я не знаю, у каждого есть миссия в этом мире, да, у каждого есть свой путь. И прожить нужно ровно столько, сколько нам отмерено. Там, на небесах, богатство. Ну, мне кажется, когда у тебя есть взаимная любовь, у тебя есть и вечная жизнь, богатство. Человек, который любит И которого любит, если это по-настоящему Уже не беден Он очень богат Да, вечную любовь Что для тебя означает понятие настоящая женщина Что ты вкладываешь в это словосочетание И напоследок не бойся трудностей Мы всегда с тобой Спасибо большое Настоящая женщина Настоящая женщина Это Та женщина, которая любит тебя не за что-то Вопреки всему Которая сделает тебя счастливым Которую не бросит, не предаст Которую всегда будет с тобой Для которой ты захочешь делать все Абсолютно все Не задумываясь о последствиях С которой вы будете всегда вместе по жизни Разделять одну жизнь на двоих И более того Это та женщина, которая родит тебе ребенка Это сильная женщина Это Страстная женщина Огонь, который можешь укротить только ты Это женщина, которая тает в твоих руках Это женщина, на которую ты просто готов смотреть И радоваться тому, что она рядом с тобой Фух Вот Они эти же записывают Вы же понимаете, что они записывают Да Так что вы по пунктам Вот Что им легче было Это женщина, которую ты не возносишь в лике святых Но ты считаешь святой Это женщина, ради которой ты готов умереть Вот Очень глобальные требования в женщинах Это Тяжело Тяжело Это вот такая женщина Это твоя женщина А как вы определитесь? Ваша Я почувствую Почувствуете? У вас так развита интуиция? Ну, вы знаете, просто У каждого человека есть свой подход жизни Вот У меня подход жизни такой Что я почувствую Я стараюсь видеть Не то, что видят другие Кто-то видит стул А я вижу что-то другое В этом стуле Вот Я не материалист В этой жизни Я ценю вещи Не за то, сколько они стоят А за то, что они значат Вот И люблю людей Скажем так Ну, немножко Ну, не важно Вот Так что я почувствую А вы верите в теорию половинок? Или все-таки Вам кажется, что каждый человек полноценен? Просто Какой-то период времени Я считаю, что Ну, банально, да Звучит сейчас Очень глупо Может, для кого-то Но это мой мир Это моя жизнь И я в это верю Это моя концепция Это, скажем так Мое Я верю в то, что Человек Душа Она На небесах Когда рождается Она состоит из двух половинок Вот И эти две половинки Разбрасывает по миру Вот И главная миссия Этих двух половинок Двух людей Найти друг друга Дело в том, что раньше Когда люди жили раньше Они могли это с легкостью сделать А сейчас мы все Очень сильно погрязли В чем-то мирском Нас привлекают деньги Нас привлекает слава Мы стремимся к материальному И не замечаем Прекрасных вещей Которые просто Проходят мимо нас Вот И понимаете Мы можем не почувствовать Того момента Вот Обоюдно почувствовать А наша миссия Найти Если мы не находим Этого человека То мы умираем Как ужасно Надо срочно искать Вот Не то, что искать Это все происходит На Понимаете На грани чувств Каких-то Ощущений Это же любовь Ее нельзя писать Ее не можно Ну Не нужно искать О ней нельзя Рассказать словами Она Это что-то личное Для каждого Что-то То, как и музыка То, что Рождается на небесах И дается нам свыше Вот И Ну Это очень святая Святая тема Скажем так И вот Это нужно почувствовать И Это чувствовать То есть Уверите об одной Любовь в жизни На самом-то деле Настоящая Все остальное Влюбленность Может быть Влюбленность Влюбленность Да Это есть такое чувство Чувство Эгоизм Вот Влюбленность Это когда ты Любишь себя Ты находишься С объектом Своей влюбленности Потому что тебе хорошо А не потому что ей хорошо Понятно Будем разряд Спасибо за ответ Так Мариночка Интересно Прошу прощения Марьяночка Так Вопросик Если бы тебе удалось Вернуться в прошлое Ты бы что-то изменил В своей жизни Нет Вы что Представьте Друзья Вот То что Да Я же говорю Я сейчас с вами общаюсь То что вы мне пишете Вопрос Сколько Какой механизм Огромный Нельзя 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 Окунуться в прошлое Что-то изменить Я бы не хотел Ничего менять Правда Как это Прискорбно не звучит Да Есть люди Которых не хочется вернуть Которых нет со мной Но Я надеюсь Что им хорошо И они находятся Там где находятся У каждого У каждого Своя судьба Свой путь Опять же И Если что произошло В моей жизни Плохое Хорошее Это должно было Произойти Это надо Уметь принять Иногда Уметь отпустить Вот Так что нет Я бы не хотел Ничего изменить Все У меня все классно У меня все получается У меня все хорошо Вопреки всем Спасибо за ответ Верочка спрашивает Вопрос таков На звездном линге Ты и Саша Должны были изображать Ненависть друг к другу Расскажи пожалуйста Тяжело было Ведь Вы друзья Как тебе поступок Диме Монатика Когда он Не подал тебе руку Ну поступок Диме Монатика Во-первых Ну Не совсем Воспитана Дима Монатика Она кстати будет завтра Мы ее тоже спросим Что же это вот так Вот Айяяя Дима Монатика Ну это невоспитанный жест Это раз Во-вторых Ну может просто человек Завтыкал Разволновался Ну увидел Такого здорового Дядьку перед собой Который на 8 голов Выше Там на 100 килограмм Тяжелее Вот Занимался боксом И с одного удара Может снести голову Ну я этого делать не буду Вот Не знаю Димка нормальный парень Ну я Больше наверное Склоняюсь к тому Что просто Ну человек Забыл Завтыкал Немного Растерялся Вот Ну с кем не бывает То есть Я не считаю Человеком таким Который не подаст рукой Это раз Во-вторых С Сашей мы Ну Ничего не изображали Сдружились Мы уже ближе Ближе Плотно После ринга Посещали вместе Какое-какие заведения Катались вместе На машине Сидели Кстати Прикалывались Что-то с айфонами Говорю Санька Давай поставим статус Вконтакте Что мы влюблены В друг друга Вот Ну вы знаете У вас новые поклонники Понимаете Да Да Мы весь электорат захватываем Так что С Сашкой тоже Все происходило И происходит Так как это надо А ненависть была сложно изобразить? Вот для вас Сыграть что-либо сложно? Я ничего не изображал Скажем так Действительно Он меня выводил Очень на конференции Пресс Конференции Он очень Такие резкие фразы Бросал Но я человек Скажем так Толерантный Да И люблю людей И воспитан Настолько Настолько воспитан И вел себя Настолько Настолько Позволяет Мое воспитание Себя вести То есть Ну Ничего не изображали Абсолютно То есть Вот так и чувствовали себя Как вели себя на ринге Да Спасибо за ответ Так Вопрос следующий Вероника Куркина-Полтан У тебя в детстве Были какие-то прозвища И как тебя сейчас Называют близкие В детстве Прозвища Ну У меня всегда Мелкие все Почему-то называли Вот Да Мелкие Странно Странно Да Странно Даже Потому что Я дружил В основном С детства С людьми старше меня То есть Я всегда тянулся Скажем так К старшакам Да Это Старшие ребята Которые там Учили жизни Вот И мне нравилось Находиться с ними В одной компании Я Как бы Ну Чувствовал Что Тяну Уровень их развития Вот И поэтому Мелкие Да И просто Так Что вам Большое Так Хорошо Спасибо за ответ Вопрос Следующий У нас Считаешь ли ты Что скромность Украшает человека Или наоборот И вообще В шоу-бизнесе Скромность нужна Или это лишнее Вы знаете Честно Мне все равно На этот шоу-бизнес На то Как себя ведут люди В шоу-бизнесе Потому что Когда ты приходишь На светский рынок Вечера Просто Я поражаюсь Когда люди Бросаются на камеру Снимите про меня Хоть что-нибудь Хоть один сюжетик Пожалуйста Мне надо интервью Я придумаю Какой-нибудь скандал Я покажу Жопу в камеру Просто люди Не знают Что делать Потому что им Кушать нечего А когда ты подходишь К ним Вот такое Я звезда Пошел ты в жопу Звезда Извините меня Пожалуйста Я к шоу-бизнесу Нашему Очень отношусь Это голые Босые Простоволосые Люди Которым Жрать нечего Которые Строят из себя Непонятно Что И пока Они будут Из себя Это все Строить Ничего У них Не получится Будет попроще И к тебе Потянутся Люди Потому что Ты выступил Раз в телевизоре Тебя показали Два раза Три миллиона Ты ставишь себя В ранг звезды Да кто ты такой Чем ты лучше Моей мамы Моего папы Или бабушки Которой пенсия Восемьсот рублей Ничем А и такие же люди Вы топчете Одну и ту же землю Вот этот пафос Пусть будут поскромнее К ним люди потянутся У них больше концертов Будет И вообще Не знаю Не мне их судить Правда Но это мое личное отношение К современному Украинскому шоу-бизнесу Украинскому Это все Нули Которые маски Понадевали на себя И строят из себя Непонятно шоу А в душе добрые И пушистые Нет пафосу Нет пафосу Надо быть скромнее Антигрическое нет пафоса Вероника Дальше пишет Кто твой кумир с детства Может кому-то подражал На кого-то хотел быть похожим Заранее спасибо за ответ Очень хочу с тобой пообщаться Очень Очень косил Где-то Лет 15 Под Руставели С группой Многоточи Это так актуально было Заездил все альбомы И старался голос На него похожим делать Зачем я помню эти дни Когда с тобой мы окунались В море солнечного Такой Немного сиплый Такой Вот Да вот На него равнялся Как-то Ну Вообще Скажем так Да Молодые рэпера Много на кого равняются Потом происходит Такой Фу Соединение Симбиоз Синтез Простите два слова Я тебя путаю Вот И получается что-то свое Очень нравилось Как поет Сарс Небесный Радмир Шишков Из группы Банда Доминик Джокер Обожаю Эти голоса Кумиры Кумирам нет Не создай себе кумира Есть такая заповедь Вот в Библии Чтобы кумиров нет Я не хочу не быть ничьим кумиром Не хочу чтобы у меня фанаты были Я чем-то фанатом никогда не был Вот Ну Мне нравится творчество Карандаша Вот Рэпер Доминик Джокер Ашер Крис Браун Джей Зи Вот Я слушаю их И по-любому Эти люди оставляют отпечаток На моем творчестве Да Встал либо не с той ноги Либо с той ноги Тебя сегодня девушка бросила Вчера Ты с другом хорошо пообщался Это все вызывает эмоции Которые потом Ложатся на листы бумаги Выливаются в музыку То есть просто то, что происходит в жизни Вы как бы потом выдаёте Да, да, да Спасибо Вопросы в Оксе Кстати, я забыл Паша, передаю тебе привет Передаю привет Тоне Серому Передаю привет всей принциповой измене Пацаны, люблю вас и скучаю Очень сильно жду в гости Пожалуйста, приезжайте Ждите костей Итак, Окса Как в таком вешенном ритме Тебе удается держаться молодцом Как ты подпитываешь свою энергию И какова цена твоего таланта В моральном плане В моральном плане Тона таланта в моральном плане Такой виляющий вопрос Не могу на него найти ответ Знаете, не мне судить Моё мнение будет субъективным Объективным оно не будет в любом случае По поводу цены моего таланта И вообще То есть я не знаю, как мне отнестись к этому вопросу Правда Вам ценить Ценю не я Я делаю и не могу остановиться Вот это одно, что В меня входит С меня выходит Всё То есть процесс достаточно простой А то, что получается на выходе Ценить вам, не мне Друзья Справляюсь, как я со всем Не знаю Энергия откуда начерпается? Я просто... У меня есть бешеное желание Находиться там, где я сейчас нахожусь Давать конференции Снимать клипы Писать музыку Я просто творю И как у меня может не хватать на этой энергии Если я этого хочу Я же говорю Если мои ангелы-хранители дали мне то, к чему я стремился Я не могу позволить себе говорить, что я устал Или я чего-то не хочу Потому что они скажут Кинзов Да ты зажрался Ты офигел вообще Мы так старались Ты всё это получила Сейчас ты устал? Ты не можешь? Хорошо Иди, что хочешь, то и делай То есть нельзя Если вам что-то даётся Это не просто так Держите за это И делайте всё возможности Нет усталости На том свете выспимся Так, спасибо за ответ Так, я уже что-то что-то выдаю Я вам сейчас мистический вопрос В ответ на ваш вопрос В ответ на ваш ответ Юлия Сергеевна Олежечка, привет Вот такой гороскоп на сегодня для тебя Сегодня вы будете в отличном положении Да, у вас будет офигенный день Максимум возможностей И случайностей Которые непременно надо использовать Вопрос Веришь ли ты в гороскоп И как относишься к постосторонним силам Приходилось ли тебе когда-нибудь в этом Скажу такие штуки Я на грани Верю и не верю Да Вот как психолог Да Дипломированный специалист Нас учили вообще не верить в него Что духовное Всё материально Всё объясняется Процессами деятельности Центральной нервной системы человека Ощущениями И всем остальным Вот Как мне не верить в гороскоп Всё правда Ещё и случайности Есть небольшой секрет Сегодня на Гутен Морген Кое-что произошло Во время рекламы Ко мне подошли Кое о чём поговорили Я сейчас весь летаю в мыслях Есть одно предложение От которого я не в силах отказаться Абсолютно Не буду говорить пока Какое Ну потому что мало ли Вот Приятная случайность Не то что приятная случайность Просто Как шифер на голову Приятная Да Я верю в потусторонние силы Всё-таки А что-то происходило в жизни Мистическое? Вот бывало Мистическое в жизни Ну это моя бабушка Мне много чего рассказывала Допустим Когда-то мне что-то Души ела Ночью лохматые Да И она не могла ничего крикнуть И я в это верю Вот Боже мой И чем закончилось? Ну она это сбросила С себя Больше не мучает Кошмар Вот Много чего люди рассказывали Правды Многое снилось Чего и сбывалось Ну вы знаете Есть что-то Кроме нас В этом мире Кто-то это называет Богом Иеговой Кто-то Буддой Кто-то Аллахом Кто-то Ещё кем-то Но Не важно Да Или может важно Не знаю для кого-то Что ты Конкретно Да Себе представляешь Но Я знаю Что нами движет Какая-то энергия Может это энергия Может это вселенная Но Мы не одни в этом мире Это точно Так Спасибо за ответ Вопрос у нас следующий Катюша Кишинёв Спрашивает Олешка Привет из Молдовы Ух ты В 20-х числах Собираюсь в Киев Как можно попасть На твой концерт В 20-х числах Киев 21-го числа Я На Fashion Week Ukraine Выступаю Ещё не знаю Где только что Позвонили Как именно Как попасть На мой концерт Следить за новостями Наверное В интернете В ВКонтакте Выкладываете анонсы Да Выкладываю Анонсы В принципе Вот так что Следите Наверное Вообще много вопросов По городам Львов Донецк Харьков Лоск Когда приедете в гости Когда будете В Луцке 16-го числа Я как раз Выступаю Да То есть вообще Планируется Тур по Украине Какой-то ближайший Сольный Пока не знаю А не сольный С принциповой сменой Короче я расскажу Тур X-Factor Ещё продолжается Ещё три города Мы бонусно ездим Это Херсон Это Одесса И по-моему Мариуполь Если я не ошибаюсь Эти три города 28-е, 29-е, 30-е число Мы выступаем Потом у меня В родной Полтаве Концерт Фу, боже Я всего не помню Правда Я блокнотик с собой Не взял Ну а ВКонтакте Вы если что Вывести Да, да Я постараюсь Вывести ВКонтакте Так, спасибо За ответ Вопрос от Дашеньки Опять привет Что думаешь О фразе Время не лечит Ошибки не учит А любовь не умирает Какого числа Твой следующий эфир Заверет на время Спасибо Целую, люблю Ой, я не знаю Когда эфир У меня точно По-моему В апреле уже В числах двадцатых Мне вчера говорили Я в продюсерский центр Заходил Точно не сказали Что, как относишься К фразе Время не лечит Ошибки не учат А любовь не умирает Время лечит Друзья Ошибки не учат Любовь не умирает Не умирает? Нет Ну, на одну тридцать Согласитесь Да На одну тридцать Согласитесь Хорошо Танюта Напишет Привет Кензов Щиро вітаю За всіма перебогами Яких ти вже здобув Впевнена, що їх буде ще дуже-дуже багато Ти на це заслуговуєш Хочу поділитися з тобою своєю радістю Моєму сыночку два з половиною ручки Я обожнюю, коли На запитання ти мене любиш Он співає Я люблю тебя до слез Приємно Слів не підіграти Моє на такі запитання Чи часто тобі говорять близькі люди, що пишаються тобою Як часто ти телефонуєш своїм батькам Коли знаходишся за межами рідного міста Буду вдячна завіту Цілую щечку Хорошого піднастрою Дякую Дуже приємний такий лист Дуже приємне запитання Приємні побажання Синочку маленькому Привіт передавайте Діти, це добре Дзвоню кожного дня батькам Намагаюся дзвонити кожного дня Тому що зараз знаходжуся Не Дома Але не на батьківшині Не на своїй колисці Так Часто батьки кажуть, що пишаються мною Але, ви знаєте Слова Слова нам дані для того, щоб ми розуміли один одного Я просто можу зазирнути в очі мами Або тата Або почути тембр їх голосу І на якихсь, скажімо так Ощущеннях Зрозуміти, що вони мною пишаються Я Ну, скажімо так Знаєте Такі вислюв'я, да? Чи кохаю я тебе? Я можу тобі сказати так Але подивися мені в очі Люблю ім'я Ну, Лара, тому що це мамино ім'я Катя Да мені багато ім'я нравиться Я щось перечисляти не можу Але перший, який я произнесу, це любимий сам Так, спасиба Следуючий вопрос от Ірины Привет, Олег, скажі, які подарки любиш дарити і які получать? Кого поздравила с 8 марта? Кому що подарила? Маму, сестру поздравила с 8 марта Кого ще я поздравила с 8 марта? Подружок поздравила с 8 марта Ще раз, які подарки любиш дарити? Так, ви що любиш дарити і що любиш дарити? Що знаєте за подарки? Ну, що-то необычне люблю дарити Я вже говорив, по-моєму, де-то об цьому Ну, цвітті, разумеється, да? Як джентльмен, як мужчина Я люблю дарити цвітті Я знаю, що дівшки любят цвітті І це їм приємно Независимося от того, хто эта дівшка Все дівшки любят цвітті Знаєте, як мені подобається, встати у карандаша Есть строчки Тратим последній на букет роскошний Лучше остаться без їды, чим остаться в прошлом Вот, люблю дарити цвітті, правда Якщо я не подарив цвітті, то там второй Ну, как всегда, цвітті – це, скажімо так, основной подарок Всегда Все там, то, що прилагається, це второстепенне Так що, люблю дарити цвітті, які я люблю подарки получати Те, які від душі дарять Любі Внимання – це дуже подарок, да? Внимання – це більшій подарок Так, спасибо за ответ Ліана, інтересується, привет, Кенс Для кого не секрет, що більшості дівшок тебе полюбило не за творчество, а за внешність? Мужні краси, як ти к це відносишся? Да, здорово, хорошо, що я не нравлюсь дівшкам Мне нравиться Погоняло мужній краси Скажем так, я себя красавцем никогда не считал Более того, говорю всем, що мужчина не може бути красив Ну, та женщина може бути красива Мужчина може бути мужественного Мужчина, он либо сексуален, либо не сексуален Свою сексуальну, если он подчеркнуть никак не може В отличие от женщины Женщина може одеть коротенькое платьице Как-то накраситься по особенному Какие-то духи сделать свою походку Особенно сексуальной А мужчина, он сексуален на грани ощущений Вот, должен быть Тут либо дано, либо не дано Вот Да хорошо я отношусь к тому, що я нравлюсь дівшкам Ну, як я можу сказати, що я плохо отношусь? Это же приятно Да, немного смущаюсь, да Иногда краснею Но это приятно, то, что ты кому-то нравишься Спасибо за ответ Так, внешность не помеха Внешность это плюс А для артиста это главное, на самом деле Потому что это одна из составляющих К сожалению, да, это главное Почему же к сожалению? Красивые люди, так красивые Да? Хорошо, все, я могу быть спокойным Да, конечно Так, Снежинка Снежинка, привет Снежинка много вопросов задала Вот мы считаем один из них Олежка, кто для тебя самый смешной человек? Пашка, Журавлев Зильон Он очень смешной И еще о вкусах Что из алкогольных напитков ты предпочитаешь? Какие сигареты ты куришь? И еще что ты смотришь? Фильмы ужасов? Если да, то какого больше всего вам понравился? Ты просто фильмы ужасов, наверное, любишь Ну, я рекомендую всем посмотреть Если это фильм ужасов То «Изгонять дьявола» из Эмилии Роуз Или «Шесть демонов» Эмилии Роуз Очень крутой фильм Типа основан на реальных событиях На самом деле не знаю Ну, короче, я просто помню такой вот момент Когда говорится в этом фильме Что три часа ночи Это перевернутая дата кончины Иисуса Христа И в это время активность демонов возрастает Я смотрю этот фильм Смотрю на часы Три часа ночи И это коньяло на себя автоматически больше натягиваю Но фильм жесткий Если о фильмах ужасов, да, мне этот фильм нравится Там еще какие-то вопросы Так, предпочтение об алкоголе? Алкоголь, да Водка, коньяк Я исключаю своего рациона Потому что и вам не советую Потому что водка на прилавках украинских магазинов Это продукт переработки Ну, это, короче, нефтепродукты Вот, это продукт переработки нефти Правда, это делается из такого особого спирта Очень дешевого От которого есть привыкание Жуткое похмелье Поэтому люди спиваются в основном Люблю приехать в деревню Если касательно водки, да То там у бабушки или у знакомых Можно там 50 граммов самогончика выпить Чтобы согреться Очень вкусного, домашнего Без всяких там ГМО, ГМНО Вот, и всего остального В принципе, могу позволить себе виски пить Потому что виски, оно более-менее натуральное Его поделать, ну, скажем так, достаточно тяжело и невыгодно То есть, вот, виски на прилавках магазина Оно более-менее нормальное В соответствии от цены, естественно Так что, ну, виски могу попить Но больше всего, вот, больше всего на свете Я люблю мохито Причем неважно, алкогольное оно или безалкогольное Я сам люблю готовить этот напиток Так что там урон находится Тоже, кстати, поделать тяжело И более, ну, более или менее Ну, даже, скажем так, нормальный продукт В нашей стране Вот, сигареты я курю Парламент, Сильвер, Блум То есть, курению вы, нет, не говорите Не мешает голосу Знаете, вот, раньше, когда только рэп Начинал читать, наоборот Старался курить Но, смотри, был хриплый, низкий Такой, э, камон, да и да Вот, сексуальный Вот, и сейчас я уже говорил Что ограничил себя в курении Не потому, что я считаю Что это вредно для связок Я себя убеждаю в том, что это не вредно По крайней мере Мне так проще жить Как бы, я получаю Не хочу заниматься рекламой сигарет Или оправдываться Ну, буду говорить правду Так, как есть Я получаю какое-то моральное удовольствие от этого Хотя, это все иллюзия, на самом деле Сигареты, это сплошной обман Это знаю Смотрели Алина Карра Читали Не помогло Не бросил Фигня Вот Ну, где-то Если раньше, скажем так Я курил по пачке в день А иногда даже полторы пачки Если это где-то гулянка с друзьями То и две уходила То сейчас я где-то 10 сигарет в день Мне хватает Иногда просто забываю о том, что курю И даже не курю полдня То есть, вы можете бросить, да? Могу бросить, тоже Не хочу Зачем? Насильно я это не хочу делать Я должен этого захотеть Да, я должен этого захотеть Тогда брошу и не буду курить Не хочу пока бросать Спасибо за ответ За искренний ответ Вопрос от Иины Олег, где предпочитаешь знакомиться с девушками? Даляешь ли виртуальным знакомствам? Блин, я не знаю Я, правда, долгое время Просто сейчас не задумываюсь Когда задумывался Я считал, что с девушками в интернете Там знакомятся только лузеры Что нормальный боевой пацан Может познакомиться с девушкой на улице Безо всяких-то причин Но Не знаю Иногда бывает В нет заходишь В тот же контакт Такая девочка Такую аватарку поклацал Ничего себе Такой сразу интерес Да-да-да Дневно поразгадывал Там добавил Отписал Что-то Встретились Не знаю Сейчас Сейчас вообще не знаком С девушками Как-то Они сами Справляются Да Понятно Где люблю Где не люблю Не знаю Наша жизнь Это не случайные случайности Поэтому В моей жизни Все происходило Случайно Не случайно Случайно Судьба Да Судьба Так Хорошо Следующий вопрос у нас Интересный Каким ты себя видишь И где представляешь Через скажем 5 лет Было ли тебе когда-то стыдно И за что Последний раз Что самое нелепое Тебе приходилось о себе читать Попадал ли ты В неловкие ситуации И какие Расскажи об этом Это разговор На полчаса Минем Да Можете Расслабиться Облокотиться Если что Вы меня Можно я буду смотреть Дет Давайте Попустим Каким ты себя видишь Через ближайшие 5 лет Где и кем Через ближайшие 5 лет Часто задаваемый вопрос Отвечу Через ближайшие 5 лет Я вижу себя Состоявшимся Артистом Возможно У меня уже Даже первый ребенок Родится Я буду жить в своем доме Со своей собакой Со своей супругой Буду счастливым Ко мне в гости Будут приезжать друзья Более того Они будут жить рядом Мы будем творить Вместе Качественный хип-хопчик Сольно Я буду делать Очень Душоцепляющий Ритмоблюз Такой Себя Материально Скажем так Состоятельным человеком Себя вижу Через 5 лет Мои мечты сбываются Все близкие Со мной рядом Всем хорошо Всем нуждающимся Близким людям Я помог реализоваться Вот Блин Какие планы На 5 лет Ну как-то так Да Таким я себя вижу Через 5 лет Так Было ли тебе когда-либо Стыдно И за что Последний раз Последний раз За что мне было стыдно Недавно было стыдно За что-то Да Было стыдно Я прошу прощения У Солмейкера Канала СТБ У психолога Вики Вот Мне перед этим человеком Было стыдно Ну просто Я не заметил Этого человека На концерте Х-фактора В Киеве Я дарил цветы Девушкам Она стояла рядом Я ей многим обязан В этой жизни И я как-то Не заметил Этого человека Мне было стыдно Потом я узнал об этом Все хотел позвонить Но вот правда Как-то трусил Не решался Позвонить Мне было правда стыдно Вот и Галина Юрьевна Говорит А позвони Чего ты Она хороший человек Она тебя любит Мне ее помощь была нужна Вот мы встретились Обговорили Все И мне уже не стыдно Я извинился Хорошо Что самое нелепое Тебе приходилось О себе читать Что у меня роман С феремейчиком Наверное Это вообще нелепая фигня А то что я гомосексуалист Пассивный или активный Не знаю Еще не определился Не уточняли Не уточняли Наверное нелепое Не знаю Так хорошо Приятно читать Что у меня роман С Ольгой Цибульской Я очень люблю эту девочку Отлично Значит все то Что попадал ли ты В неловкие ситуации И какие Расскажи об этом В неловкие ситуации Все попадали В неловкие ситуации У меня много Неловких ситуаций А какие это Ну в милицию попадал Неоднократно Не знаю В аварии попадал Хулиганили что ли Ну кто не хулиганили Хулиганили Ясно И как же вам далось Общение с нашими Добристными защитниками Правопорядка Процедовникам И органам Веського самовредования Так 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 Ну как хорошо общались Я помню Попал в милицию И общался с милиционерами Где то с двух часов ночи До шести утра С хорошим общением Было С применением Тяжких телесных Ну так Вот Ну нормальное общение Как у всех Хотите ли вы поговорить об этом Да 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 Поговорили Так спасибо за ответ Ну и мы к сожалению Уже вынуждены заканчивать Что же так быстро? Да так быстро Ну мы все вопросы Опять же Они предполагают Скажем такой фактор Как соревнования Вам это в творчестве мешает? Вот вам сложнее Как просто выйти и спеть? Или вот этот вот момент Что вот за мной следят За мной смотрят И я соревнуюсь с тем С тем С тем Вам это наоборот Добавляет адреналина Его лучшего Вы знаете Есть некий спортивный опыт Который мне помогает в жизни Вот Это дисциплина Отношение к ситуациям Какое-то особое Ну мне нравится соревноваться Скажем так Я не люблю письками меряться Простите Вот Но Дух борьбы Это всегда классно Это всегда какой-то стимул Это такой Какой-то фактор интересный Когда Нельзя равнять Что мне больше нравится Конечно мне больше нравится Выйти спеть Отдать душу Вот Выйти Да стриптиз души Показать на сцене Там допустим Петь не для себя Для людей Обмениваться Вот этой вот информацией Рассказывать какую-то историю Повествовать Вырывать из себя эмоции Вот эти вот Но я же это делаю В музыкальном ринге Индекс-факторе Выступление Твое выступление Не важно где На большой сцене Перед миллионами Перед тысячами Перед одним человеком В подвале где-то Вообще не важно Ты выступаешь И ты Дома перед зеркалом Должен оголяться Вот Стриптиз души Вот об этом я говорю Просто наизнанку Себя вывернут Потому что ты выступаешь И не важно где ты выступаешь Ты выступаешь Ты делаешь свое любимое дело Вот Но дух борьбы Когда присутствует Мне всегда это нравится Меня это заводит Дополнительный адреналин Да адреналин По любому адреналин Да плюс к выступлению Спасибо большое за ответ Напоминаю что сегодня В гостях у нас был Олег Кингов Олег спасибо что вы пришли Спасибо вам большое Спасибо вам большое Спасибо вам еще вам Творческих успехов Побед и удачи И побольше хороших Попробностей Спасибо большое А вопросы наши дорогие читатели И читательницы Мы передаем Олегу Мы к сожалению не все успели Почитать Но Олег все увидится Круто Жалко что не успел Приходите к нам Я думаю что будем по частям отвечать По частям Жалко что я не успел ответить На все вопросы Правда Очень радует То что их столько много Друзья не останавливайтесь Пожалуйста Не знаю как прокомментировать Сегодняшнюю конференцию Я в ударе Сегодня что ли И мало Правда мне мало Но Я кто скажет рекламы Спасибо вам опять же большое Что вы со мной Я чувствую что вы рядом И мне кажется слова здесь Правда никакие не нужны Важно то что я чувствую Важно если вы это чувствуете Мы это чувствуем вместе Опять же говорю вместе Мы прорвемся Что тогда придумаем Друзья мои Люблю вас Обнимаю Целую Пока